Друзья, всем привет! Меня зовут Александра, и добро пожаловать на мой цветочный канал. Чего-то я так давно не снимала видео, что сейчас долго настраивалась, думала так, надо, надо снять. Как-то меня не было две недели, я уезжала в командировку в солнечный Мурманск, и, естественно, там я ничего не снимала, я работала. А потом вот приехала, все как-то закрутилось, в общем-то, возвращаюсь я к регулярному постингу видео. И сегодня у нас с вами, как вы поняли по названию, распаковка. Распаковка очень необычных растений, и есть маленькая проблема. Я не помню, что я заказывала. И не потому, что мне все равно на растения, а потому, что как-то так странно, в этом канале выходили позиции, которые можно заказать ночью. То есть я весь день работаю, ложусь спать, беру телефон, такая, так, это нам надо, это нам надо. И заказываю. Или рано утром, тоже там, глаз открыл один, еще лежа на кровати, и тоже начинаешь выбирать. И я вот не помню, что я заказала. А между этим у тебя как бы работа, голова вот такая. И потом как-то очень долго мне отправляли этот заказ. То есть он был из стая, пока из стая его привезли. И потом отправляли. Короче, это все было так долго, и так давно, и так поздно, что я уже не помню, что я заказала. Поэтому мы сейчас с вами будем открывать и смотреть. Надеюсь, что я не разочаруюсь в том, что я там поназаказывала. Так, как это открыть? Ага, вот здесь вот. Ой, смотрите, вот здесь вот отмечен канал, на котором я все это заказала. Канал в Телеграме, кому интересно. Можете найти по названию, я думаю. Ну, или ссылку я оставлю. О, что-то я утонула в коробке. Но здесь все упаковано хорошо. Давайте я поставлю коробку сейчас на стол. И буду постепенно открывать. Что же это такое? Боже. Смотрите, как запаковано. То есть это все обмотано малярным скотчем и утеплителем. Поэтому я даже не знаю, где здесь подступиться. Ну, давайте попробуем. Товарищи, есть проблема. Я достала из этого звертка непонятно что-то. И кажется, здесь все не подписано. Капец. Я понятия не имею, как назывались все те растения, которые я заказывала. Ну, это, конечно, с одной стороны смешно, а с другой стороны нет. Потому что все это выглядит вот так. Какие-то луковицы. Одна из них даже пытается прорасти. Ну, надписей нет. Что я делать-то буду теперь с этим? Господи боже. Так, еще луковица. Походу, дело, это будет экспресс-распаковка, потому что я понятия не имею, что это за луковица. С каким-то зеленым кончиком. Здесь хотя бы понятно, где верх, она даже прорастать начала. Что это? Так, большой сверток. Но это, кстати, я знаю, что это, потому что я единственная брала это растение, и у меня где-то осталась отметка. И поэтому я смогу определить хотя бы название этого растения. Меня как бы смущает отсутствие корней. Но, наверное, так как это картошка, он их нарастит. В принципе, здесь зеленые сверху листики. Оно в таких волосках, если камеру передает просто, потому что, видимо, упаковано было в синтепон. Так, итого мы имеем четыре неопознанных растения. Точнее, четыре картошки и одно недокартошка. И как узнать, что из этого что? Задача со звездочкой. Если я узнаю, что это, я вам обязательно подпишу внизу в момент демонстрации, что это такое. Ну, а если я не узнаю, что это, значит, буду наблюдать, как оно будет расти. Потому что, по идее, по тому, как эти картошки будут расти и развиваться, станет понятно, что это вообще такое. Следующий сверток. Вот тут, мне кажется, я знаю, что это. Потому что как-то с просони я увидела на выставке в Тае очередную куперзию. И мне ее захотелось. Надеюсь, это она, но по размеру ничего другого быть не может. Давайте хоть один красивый момент распаковки сохраним. Да, это куперзия. Она... Ой, какая она хорошенькая. У меня такой еще нет. Какие приятные у нее вот эти вот лианы. Так, распутываем. Как она огромная, мамочки. Она спал меня. Я что-то вообще не ожидала. Смотрите, какая красота. Ой, я в восторге. Блин, это очередная куперзия. Я надеюсь, что у меня получится. Потому что это четвертая куперзия в моей коллекции. И на данный момент две погибло. Одна осталась. И вот еще одна новенькая. Я все не сдаюсь. Я правда пытаюсь. Но посмотрите на эту красоту. Ну как пройти мимо? Мне очень хотелось. И да. Вот такие две книжечки. Одна из них про Антуриума. Вторая про куперзии, собственно. Они внутри, по-моему, да, на тайском и на английском. Я вам подсниму вблизи все это. Скорее всего, вы уже видите. Ой, какая красота. Слушайте. Я, конечно, нехорошо знаю английский. Мне придется пользоваться переводчиком. Но. Но это очень красиво. Очень яркие иллюстрации. Бог ты мой, какая прелесть. Надеюсь, из этого всего я узнаю, как мне ухаживать за моими куперзиями. И у меня получится их победить. А еще книжка про Антуриума. Книжка про Антуриума тоже английский и тайский. Ой, ну вообще вот согласитесь, что даже визуально, даже без переводчика на все это посмотреть, очень и очень красиво. Очень красивая полиграфия, очень красивые картинки. Я сомневаюсь, что если я начну переводить здесь какая-то супер важная информация, но как такой тейблбук полистать, посмотреть, почему бы и нет. Очень красиво. Вот от книжек я вообще в восторге. Даже, наверное, больше, чем от растений. Вот такая у нас с вами получилась небольшая распаковочка. Буквально я вот отсюда вижу 10 минут. Ну, небольшой заказик. Это, наверное, последний мой заказ в этом году. Кажется. Кажется, да. Не уверена. Не будем загадывать, но как будто бы погода уже говорит, типа, все, хватит, давай до следующего года. Поэтому на сегодня это все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами обязательно встретимся уже в следующих видео. Все. Пока-пока.